Взятку он дал. Дверцы закрылись. Минутка и вот. ФСБ работает. Что же случилось? Я не пойму. Жир на междоке, а мышку в тюрьму. Молодежь против коррупции. Сегодня подрастающее поколение поделилось своими мыслями на эту непростую и достаточно взрослую тему. И как водится, то, что нельзя описать словами, можно изобразить. 15 рисунков показали точное значение коррупции и отношение детей к ней. Ева в свои 4 года знает не только, кем работает ее отец, но и что входит в его обязанности. Девочка уже давно уяснила. Взятки не давать, не брать нельзя. Кто твой папа? Средоучит криминалист. Что он делает? Он ловит преступников, которые кладут деньги у государства. Сегодня на рисунке Ева изобразила своего отца при исполнении и преступника, ждущего за решеткой приговор. Сюжет картины прост. Неудачная попытка дать взятку должностному лицу. Итог плачевен. Согласно российскому законодательству, подобное наказывается штрафом в размере от 25-кратной до 90-кратной суммы. За взятку в особо крупном размере, свыше 1 миллиона рублей, предлагается установить наказание в виде штрафа в размере от 80-кратной до 100-кратной суммы взятки. В свою очередь, отец девочки Андрей Горюнов уверяет, специально дочку не учит. Она все видит сама. Ведь каждый день после садика она сидит с папой на работе. Вы знаете, с учетом сложности нашей работы, мой ребенок каждый день после садика приходит к папе на работу и постоянно наблюдает, с каким контингентом папа работает. Каждый раз я ей пытаюсь объяснить, что преступники – это люди плохие, что по их пути идти нельзя, наоборот, надо стремиться к тем людям, как папа, как следователь. Мой ребенок прекрасно знает, что такое преступление, что за преступление можно сесть в тюрьму и что вести себя надо хорошо. Да, дочка? Коррупция – сложное социально-экономическое и политическое явление. Оно затрагивает прежде всего уровень страны, замедляет экономическое развитие общества и подрывает государственные устои. Когда и дети говорят, что это нехорошо, я думаю, кто-то задумывается, кому-то будет стыдно. Ну и плюс это все равно как-то преемственность, поскольку участвуют дети наших сотрудников, дети ветеранов и следственных органов, которые сейчас на заслуженном отдыхе, но с нами в рядах. То есть это все равно как-то очередной объединяющий фактор. Подобные акции проходят по всей России. Напомним, в 2003 году в мексиканском городе Меридо на политической конференции высокого уровня была принята для подписания Конвенция против коррупции. Документ обязывает объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Дарья Костенко, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.